Всем привет! С вами снова Лёша! В сегодняшнем видео давайте посмотрим, ну и естественно, послушаем вот такой микрофон USB-шный за авторством фирмы NEDDi. NEDDi USB 5H. Итак, поехали! По поводу комплектации здесь всё стандартно и вполне аскетично. Есть сам микрофон, на который, кстати, мы пишем весь звук в этом ролике. Есть USB-провод, который идет в комплекте. Кстати, он довольно длинный, целых три метра. Есть необходимая документация, а также вот такая вот коробочка для транспортировки. Но сейчас не об этом, а сейчас о самом микрофоне. Давайте взглянем на него поближе. При более детальном распонтрении микрофона в глаза попадает сразу вот такой красный индикатор работы микрофона и регулятор выходного усиления под ним. Кстати, регулятор выполнен в виде такого рычажочка, а не в виде крутилочки, как обычно можно видеть на USB микрофонах. Ну, своеобразно, что тут сказать. На противоположной стороне микрофона расположился выход для подключения наушников. Можно включить ушки и, в принципе, слушать музыку или своей записи, как с обычной звуковой карты. Кстати, если я уже сказал о звуковой карте, вспоминаем, что вот этот микрофон, он USB-шный. А это значит то, что в этом девайсе сопряжено сразу два таких технических средства. Это конденсаторный микрофон, а также USB аудиоинтерфейс. Ну, по-простому, звуковая карта. Путем немыслимых, но совершенно логичных умозаключений мы можем прийти к тому, что вот такой микрофон сможет работать без наличия у вас звуковой карты. Всё, что вам нужно, это подключить микрофон по USB, и он готов к работе. Сейчас немного о технических характеристиках устройства. Микрофон имеет кардиоидную направленность. Полоса рабочих частот от 20 герц до 20 килогерц. Максимальное звуковое давление на мембрану около 130 дБ. Сам микрофон работает за счет 19-миллиметровой диафрагмы, а звуковая карта, встроенная в эту модель, позволяет достигать качество записи до 48 килогерц на 16 бит. Важный вопрос, который мучает не одно поколение видеоблогеров. Что же с драйверами? По драйверам всё предельно просто, поскольку Nady USB 5H, он дружит с ICO4ALL. Так что всё, что вам нужно для работы, это зайти на официальный сайт ICO4ALL, скачать версию ICO4ALL, которая вам нужна, ну русская или английская, возможно, китайская, если вы разговариваете на китайском, и подключить микрофон по USB-шине. Он автоматически определится и станет доступным к работе. Если же вы хотите использовать микрофон, ну скажем, не в редакторе для записи музыки, а в таком фоновом режиме, ну например, для общения в Skype и для воспроизведения какой-либо музыки, то вам необходимо войти в настройках Windows, в настройки воспроизведения и в настройки записей, и выставить вот этот микрофон как устройство по умолчанию. Он там определится как звуковая карта. В принципе, всё, можно начинать работать. Ну а теперь наше любимое время тестов. Давайте послушаем, как вот этот микрофон будет звучать с тем же самым вокалом. А мы летим по небесам, и где-то в небе, где-то там, рука в руке и счастье нам, вдвоём по облачным мирам. Как сохранить тишину, ведь шквал эмоций во мне, и я кричу в темноту. Ну что же делать мне, где правда, где обман? Никто не скажет тебе, но я ещё люблю, и только лишь во сне. С тобой летим по небесам, и где-то в небе, где-то там, рука в руке и счастье нам, вдвоём по облачным мирам. Итак, что можно сказать в итоге о вот этой модели? В целом 5H схож с моделью, на которой уже есть обзор на нашем канале. Это NEDDY USB 1C. Если не смотрели, то посмотрите. Отличие этих микрофонов заключается разве что вот в внешнем исполнении. На 1C нету регулятора выходного усиления, а на 5H есть, и на 1C нету выхода под наушники. А на сегодня всё. Всем пока и до скорых встреч! Секунду-секунду. Мышка, я сейчас только увидел. Перепишем? А, и плюс это... Да, да, всё-всё-всё, я понял, я понял. Что такое? Я про мышку забыл снова, извините, простите, я уже спать хочу просто. Ладно, хотя бы смешно.